Сегодня в Москве проходит прощание с Пьером Нарциссом. Сегодня исполнителя хита «Шоколадный заяц» провожают в последний путь. Похоронят Пьера в Камеруне в семейном склепе. Поклонники же смогут проститься с ним в столице, в центральной клинической больнице. К слову, Нарцисс ушел из жизни 21 июня. Несколько дней близкие не могли получить его тело из-за проблем с документами, поэтому траурную церемонию переносили два раза. «Идет война с матерью и сестрой Пьера. Это кошмар. Прощание будет в крайний срок, когда им удобно, а это четверг. Четверг – окончательный срок, и сразу он на самолет», – сетовала экс-супруга певца Валерия Калачева в разговоре с журналистами. Калачева с дочерью прибыли на траурное мероприятие. За час до ее начала. Обе до последнего надеялись, что все обойдется без скандала, но все произошло. Валерия снова повздорила с родственниками Пьера из-за цвета гроба. А потом они с дочерью подошли к гробу Пьера, едва держась на ногах, слезы с их глаз катились ручьем. Жена Пьера выглядела совсем убитой и расстроенной, и будто почернела от горя. На церемонии прощания также были замечены многие известные персоны. Яна Чурикова, Милена Дейнега, Алексей Кабанов, Александр Бердников и многие другие. Все они близко общались с покойным и с большим уважением относились к нему. А один из друзей нарцисса, Александр Серегин Костро, привез к ЦКБ фургон с розами. Любой желающий мог взять цветы и поднести их к гробу с телом артиста. «Пьер был отличным парнем, русским абсолютно. Он думал по-русски, женщин любил русских. Пьер стал бы прекрасным министром культуры России. Я привез 10 тысяч роз и раздам их бесплатно. Если хотите, возложите к гробу, если не хотите, возьмите домой и засушите. Будет прекрасная память о таком замечательном парне», подчеркнул Александр.